Римлянам 6.20 «Ибо когда вы были рабами греха, тогда были свободны от праведности. Мы были свободны от убеждений праведности, потому что наша природа была природой греха». Ефесянам 2 глава 3 стих говорит, что «мы были по природе чадами гнева, как и прочие». Это относится к неспасенным людям, также им верующий до тех пор, пока Дух Святой не начнет действовать в его практической жизни, не имеет никаких убеждений. У него могут быть моральные убеждения, культурные убеждения, но нет божьих убеждений. Его природа – природа Адама. Если у него есть моральные убеждения, которые были переданы ему от родителей, или культурные убеждения, переданные ему дисциплинированным обществом, тогда он действует в человеческой добродетели. Освальд Чемберс хорошо сказал о человеческой добродетели. «Человеческая добродетель может быть явлена через моральные убеждения. Человеческая добродетель не соединена с Божьей жизнью. Она связана с попыткой дисциплинировать Адама, результатом чего она становится добродетелью Адама, душевного человека. Часто это ошибочное действие с определенной долей постоянства принимается за праведную и плодоносную жизнь. Человеческая чистота хороша, но намного лучше иметь чистоту, которая имеет мотивацию в Божьей жизни. Есть такие, есть также человеческое терпение или доброта. Ефесянам 2.3 говорит, что мы были по природе чада гнева, мы были рабами греха, и не имели никаких убеждений праведности. Подумайте о Саддаме Хусейне, когда он разрубал на части младенцев и убивал детей. Вы задаете себе вопрос, как человек может совершать такие преступления над детьми? Это невероятное преступление, отделяя члены их тела от самого тела. Есть доказательства его преступлений и не только на горах, но и во время ночи ножей. У него не было никаких убеждений. Он улыбался ртом, но в его глазах была смерть. В человеческой расе есть люди, свободные от праведности. Когда мы разбирались с аморальностью в колледже, мы делали это тщательно, любя, убеждая людей к дисциплине. Если кто-то не хочет почитать Слово Божье и откликаться на истину стандартов библейского колледжа, что является необходимостью, они ожесточают свое сердце. Затем они приходят в церковь раз в три недели, а впоследствии они начинают жить друг с другом. Они практикуют аморальность. В таком положении они свободны от праведности, потому что они стали рабами ветхой греховной природы и власти зла. Это печальная картина, потому что эти люди имели замечательное исповедание много лет. Печально стать рабом ветхой греховной природы и быть свободным от праведности. Когда наши лидеры подходили к ним, они лгали. После разговоров с лидерами они лгали на лидеров. Они говорили своей группе поддержки, что лидеры несправедливы с ними. Лидеры четко представляли, что грех этих молодых людей намного глубже, чем кажется на первый взгляд. Такова свобода от праведности, что является невероятным рабством. Псалом 86, 7 стих. «И поющие и играющие все источники Мои в Тебе». «И поющие и играющие все источники Мои в Тебе». Нет играющих и поющих источников вне жизни Бога. Если вы пытаетесь воспроизвести человеческую чистоту и добродетель, вы не будете счастливым человеком. Первая характеристика вашей жизни будет такой, что у вас исчезнет улыбка. Вы будете вовлечены в борьбу за производство этого, и у вас никогда не будет чувства юмора. Учение о смехе будет недоступным для вас. Мы вы будете меланхоликом, пытающимся произвести моральные убеждения в человеческой добродетели. Там вы не увидите прелесть жизни, и ни одна шутка даже от самого Бога не сможет развеселить вас. Вы будете захвачены субъективностью в вашей жизни, в работе, в образовании и так далее. вы станете напряженным человеком и меланхоликом. Я ничего не имею против меланхоликов. Они замечательные артисты, музыканты, художники. Но я хочу, чтобы они были подальше от меня. В моей жизни было несколько таких людей, и они всегда влияли на меня. У меланхолика может быть некоторая добродетель, но не думаю, что духовная. Они могут быть хорошо дисциплинированы, исполняя хорошо вещи, но не думаю, что их добродетель от Бога. И поющие, и играющие все источники мои в Тебе. Мы не ходим повсюду, рассовывая везде добродетель. Мы не ходим повсюду, пытаясь изменять людей. Иисус Христос разбрасывает семена, которые производят духовную добродетель. Об этом обучаем 2 Петра, 1 глава, 3 по 10 стих. Многие люди, не живущие воскрешенной жизнью, часто опустошены. Они начинают исповедовать, что они опустошены. Меня уже ничего не касается из проповеди в Библии. У меня нет желания и хотения к духовным вещам. Они опустошены. Определение опустошенного человека — это человек, который вымотал себя в борьбе в человеческой добродетели. Они измождены в старании вести себя хорошо. Их христианство не исходит из источника воскрешенной жизни. Они прилепились к человеческой добродетели и действуют в своих способностях произвести ее. Они не соединены со свежим источником Иисуса Христа. Все мои источники в Тебе, Господи. Даже их любовь зависит от человеческой дисциплины. когда любовь зависит от человеческой дисциплины и хорошее поведение зависит от естественной способности, тогда человек находится в серьезной проблеме. Естественная способность может поддерживать нас в моральной сфере, поддерживать нас в важных частях нашей жизни, но истина в том, что все эти вещи не из свежего источника Бога. Эти вещи не из свежего источника Бога. Они не продвигают духовность. Нам нужно нечто большее, чем это. очень важно, чтобы мы понимали это. Многие люди, служащие Богу, основывают свое служение на двух вещах. На их человеческой способности и человеческой добродетели. Вы увидели их на благовестие. Они говорят, я хочу пойти на благовестие. Они приходят на благовестие пару недель, а потом их не видно полгода. Человеческая способность и человеческая добродетель пытаются стоять рядом с постановлениями Писания, постановлениями Слова Божьего, но это не сработает. Библия говорит в Притче 13, 13, «Кто пренебрегает словом, тот причиняет вред себе, а кто боится заповеди, тому воздается». Притче 13, 15, «Учение мудрого источник жизни, удаляющий от сетей смерти». Он удаляет от сетей смерти. 16, «Добрый разум доставляет приятность». Когда мы обучали книги Притч, мы дали вам 10 важнейших слов. Я напоминаю о них каждый год, но никто не помнит их. Если, конечно, они у вас не записаны. Первое, мудрость, способность использовать учение Библии в силе Божьей благодати. Способность использовать учение Библии в силе Божьей благодати. Второе, наставление, обучение в академической дисциплине. Обучение в академической дисциплине. Третье слово, «разумение». Это слово о притче 13.15, разумение, обучение из негативного и позитивного опыта других, из своего негативного и позитивного опыта. Бог дает нам разумение в отношении практических вещей. Четвертое слово – суд, способность испытывать вещи, их ценность и их источник. Следующее, пятое – справедливость, принцип правоты и моральной чести. Шестое – рассудительность. Рассудительность – это обращение, касаясь корня проблемы. То есть способность обращаться с людьми, касаясь корня проблемы. Благоразумие – седьмое слово. Вдумчивость в слове. Благоразумие – это вдумчивость в слове. Далее, восьмое – знание, информация, исходящая из ума Бога, чтобы наставить нас в Божьей точке зрения. Это знание. Когда мы с вами, служители Божьи, рабы Божьи, а не рабы греха, эти слова становятся нашими характеристиками. Благоразумие приятно для нас. Мы обучаемся из нашего прошлого, прошлого наших родителей, позволяя Духу Божьему ввести нас в плодоносной жизни и духовной добродетели. Римлянам 6, 21 «Какой же плод вы имели тогда? Такие дела, каких ныне, сами стыдитесь, потому что конец их смерти». 22 стих «Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец – жизнь вечная». Грех всегда имеет свой курс. Когда мы были рабами греха, мы знали направление греха и знали последствия греха, но продолжали грешить. Например, человек знает, что наркотики – гадость для него, но он все равно принимает их. Он делает это, несмотря на последствия. Человек знает, что изменять же неплохо, но он делает это. Они знают, что они делают, и поэтому это называется преступлением. «Преступление – я целенаправленно грешу против истины, я преступник». Они не только знают последствия греха, но чем больше они видят последствия греха, они еще больше пребывают в нем. Молодые люди пришли в библейский колледж. Наш колледж – изолированное место. Они не знают своих слабостей. Но вдруг на занятиях они узнают о своих слабостях. Я говорю не только об одиноких ребятах. Всегда, когда я слышу, что молодой человек хочет прикоснуться к другой женщине, «Я знаю, что это неправильно». «Я знаю, что это неправильно». Видите? Почему? Потому что они желают, чтобы их чувства были восполнены похотью. Парень касается руки, спины, женщины – это неправильно. У меня есть определенные слова для таких вещей. «Ты что, подружка, что ли?» Мы обучали в Библии разницу между женщиной и дамой. Какая разница? Какая разница между женщиной и дамой? Как будет женщина на греческом? «Гуне» Хорошо. «Гуне» «Как будет на греческом «дама»?» «Курия» «Госпожа» 2 Иоанна 1 глава «Гуни» «Итак, женщина – Гуни, а дама – Курия» «Курия» «Кто хочет быть гуне»? Это хорошее имя для таких людей. Женщина, которая хочет, чтобы кто-то помассажировал ее спину. Если бы меня попросили об этом, я сказал бы, вон массажный тренажер, иди и массажируйся там». Это кучка гунис. У них нет характера, нет божьего целомудрия. Они просто девицы, играющие в разные игры. Есть также слово «мужчина» и «джентльмен». Некоторые люди просто самцы, но другие вырастают в джентльменов. Итак, человек, который видел последствия своих действий и действий других людей в человеческой природе, избирает продолжать делать это. Филиппийцам 3.19 говорит, что их конец – погибель, физическая смерть. Римлянам 6.23 говорит о вечной смерти. Библия говорит, что даже стыдно говорить о таких вещах, которые делаются в тайне. Поэтому большая часть программ должна быть удалена абсолютно. Это стыд, что показывают по телевидению. Стыдно слушать сплетни о людях. Стыдно говорить о вещах, которые люди делают в тайне. Ефесянам 5.12, 2 Коринфянам 4.2. Добавляю пару слов об этом. Итак, люди, продолжающие жить во грехе, знают последствия греха, но им все равно. Недавно мы слышали одно свидетельство от человека, у которого спид. Он зарастился спидом. Ему говорили, чтобы он перестал ходить в гей-бар, но он не сделал это. Затем он решил сделать это и перестал встречаться со своим гей-другом, но обнаружил, что он уже заражен. Этим летом вирус спида полностью обосновался в его теле. Он умер две недели назад. Ему было 23 года. Он позвонил нам и спросил, могу ли я прийти на одну из ваших проповедей? У вас есть послание благодати. Эта церковь не в Балтиморе. Он сказал, я хотел бы встать и сказать людям о боли, которую я испытываю, понимая, что умирая в 23 года. Эта боль из-за того, что я знал последствия этого греха. Я знал через убеждение, какое злогом сексуализм. Я целенаправленно делал это. Вот что означает раб греха и свобода от праведности. Вы знаете последствия, и вы продолжаете делать это. Ученые говорят вам, медики говорят вам, но вы продолжаете делать это. Что более удивительно, эти люди могут сидеть и слушать такие проповеди, как сегодня, и быть свободными от праведности. Так происходит из рационализации их нужды в этом грехе. Это тайна беззакония. Другая дама верующая вышла замуж за неверующего. Она позвонила мне дважды на этой неделе. Она сказала, у нас будет ребенок. Меня очень беспокоит тот факт, что мне не нравится мой муж. Оказывается, я была вместе с ним из-за греха. Я игнорировала все предупреждения, которые слышала. Сейчас я хотела бы умереть в больнице. Я не хочу возвращаться домой, я не хочу растить ребенка с ним. Мне он не нравится. Она продолжала. Я хотел бы встать и сказать всем молодым людям, чтобы они ни в коем случае не соединялись в браке с неверующими. И не важно, как он или она вам нравится. Человек знает, что он делает, знает последствия, знает, что происходило в жизни других людей, но все равно делает это. Это практическое применение Римлянам 6. От рабства греха к рабстве, к свободе от греха. Римлянам 6.22. Но ныне, когда вы освободились от греха, но ныне, деи, нуни, сложно подчиненный союз, Сложно подчиненный союз привлекает наше внимание к сильному изменению мысли или повороту мысли. Здесь произошло невероятное изменение. Освободились от греха. Элеуферо аурист пассивного залога изъявительного наклонения. Мы принимаем Божью праведность и Божью жизнь. И эта жизнь – источник нашей новой добродетели. Это не естественное изменение, но сверхъестественное. Это не основано на том, что мы сделали, но на том, что мы приняли. Это не основано на стараниях, но на благодати. Это не основано на плотской дисциплине, но на академической дисциплине принятия жизни Духа. Освободились. Пассивный залог и изъявительное наклонение говорит о Божьей точке зрения в отношении веткой греховной природы и ее правления. 22 стих освободились от греха. Апо-хамартия. Слово хамартия – промахнуться, не попасть в цель, выбрать неправильный путь или принять неправильное решение. В Новом Завете это слово означает «абсолютное неправильное действие». Когда вы знаете это, но все равно делаете. Когда ваша совесть видит это, у вас есть убеждение. Тогда вы принимаете решение в соответствии с убеждениями. Затем вы отвергаете ваши убеждения, но возвращаетесь к ним снова. Затем вы отвергаете их опять, отвергаете их снова и чувствуете вину, отвергая убеждения, и в конце концов ваши убеждения исчезают. В этот момент вы ожесточили ваше сердце, ваша совесть видит это, и вы входите в систему обольщения. В таком состоянии убеждение не имеет силы из-за процесса принятия решений, не следовать убеждениям. Здесь мы освободились от греха. Слава Богу! Помните нашу дискуссию об искушениях? Помните, что мы говорили в рап-сессии о темптении? Кто-то пришел сюда в день, и часто я извиняюсь, что у нас много консультирования в ресторане. Многие люди приходят, и у нас так много консультирований в ресторане, и мы иногда превращаемся в скорую помощь. И люди приходят и просят совета. У меня нет больше другого времени, как это, чтобы разговаривать с ними, и чтобы дать совет и молиться. И, конечно же, это отнимает драгоценное время от благовестия, но также это очень важно, потому что этот вопрос о жизни и смерти или может стать вопросом жизни и смерти для человека. Теперь мы начинаем понимать, что мы стали свободны от греха и стали служителями Бога. Мы не служители людей, мы служим людям, но мы служители Божьи. Еще одна замечательная истина в том, что мы служители для людей ради Христа. Это значит, что никакие манипуляции или персоналии не могут контролировать его расписание, расписание верующего. Он служит людям по Божьей воле с радостью. Я пришел сегодня рано утром, чтобы изучать и готовиться к проповеди. Никого еще не было, и раздался звонок. Я взял телефон, и была дама из Мэйна. Я сказал, «Я занимаюсь слове, но что я могу сделать для вас?» Она ответила, «Моя мама умерла. Я был рад, что взял трубку. Я не знал ее, но был рад послужить ей и молиться за нее ради Христа. Вчера позвонила женщина, и я взял трубку, потому что подумал, что это срочный звонок. Женщина сказала, «Это пастор Стивенс?» Я ответил, «Да». Она продолжала, «Вы отвечаете на звонки?» «Да, я готовлюсь к занятиям». Она сказала, «Вчера вечером я узнала, что мой муж мне изменяет. Я не могу справиться с этим». Она начала плакать. Она была так рада, что мы выслушали ее, молились за нее, она была так благодарна. «Так замечательно служить другим ради Христа, а не быть рабами их плоти в служении». В таком случае они будут тревожить вас, если вы ничего не будете делать, обижаться на вас, или вы не будете внимательны к ним. Это служение ради плоти. Поговорим об искушении. Два человека приходили ко мне для серьезного разговора на этой неделе. Одна дама сказала, «Я должна вам сказать, что собираюсь оставить свой призыв, оставить служение и уйти». Она шокировала меня. Она сказала, «Я так устала от искушений». «Я не могу выносить их». «Я устала от искушений». «Я всегда живу в искушении». И это вымотало меня. Я ответил, «Знаете, так здорово, что не Бог вас искушает». «Человек искушаем не Богом». Бог испытывает его веру, чтобы явить характер Бога ангелом через человека и показать нам, где мы стоим. Бог не искушает нас. Однако, Он может похвалиться нами перед дьяволом. И когда Он это делает, Он дает разрешение дьяволу искушать меня. Вы искушаетесь своей собственной похочи. Позвольте мне задать вам вопрос. «Какая у вас похоть?» Она сказала, «Это моя работа». Со мной неправильно обошлись. На меня ополчились все. Я отвержен на своей работе. Так происходит всякий день. Я сказал, «Я понимаю то, это выматывает вас и беспокоит вас. Вы не видите Бога в этом и не можете прославить Бога. Знаете, что вам следует сделать? Всякий раз, когда становится трудно, выходите на прогулку и говорите, «Иисус, я люблю тебя. Я не буду говорить тебе о моей ситуации, я буду просто прославлять тебя. у тебя все под контролем, ты властвуешь. Вы удаляетесь из-за вашей похоти, потому что вы находитесь вне Божьей любви. Похоть же, зачав рождает царство веткой греховной природы». Я продолжал. «Сколько месяцев вы живете под властью веткой греховной природы?» Она ответила, «Девять месяцев. Я слушаю ваши кассеты, слушаю радио, хожу на все собрания постоянно, но уже девять месяцев грех царствует в ее жизни». Это не потому, что Иисус искушает ее, но она была увлечена своей похотью вне любви к креста Голгофы, вне ежедневного сораспятия со Христом. «Почитая себя мертвой для греха, похоть зачав рождает царство веткой греховной природы». Я спросил ее, «Что происходило, когда вы слушали кассеты с проповедями?» «Они никак меня не касались», отвечала она. Я сказал, «Правильно, потому что не было убеждений. Вы жили в негативности в отношении вашего начальника». Когда грех царствует, он приносит смерть. Это не значит смерть в аду, но это физическая смерть до момента воскресения. Многие из вас думают, что проходят через сложные времена. Вы ответственны за то, как вы проходите через сложные времена. Потому что это что-то неправильно в вашей жизни. Вы смотрите на обстоятельства, чувства, и они становятся все больше и больше. Вы начинаете откликаться на них в своем уме и живете в искушении. Вы удаляетесь от Бога, от Его Слова и живете в искушении. Бога нет в этих вещах, и они не от Него. Когда вы принимаете вашу позицию во Христе, действуя в вере и благодати, тогда лукавый не может прикоснуться в искушении к вам. 1 Иоанна 5,18. Иисус говорит, Иоанна 14,30, 12,31, 16,11, что князь мира этого не касается Его ни в чем и не имеет никакой части в нем. Вы сокрыты со Христом, Боге. 22 стих, «Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу». Раб Дулас, тот, кто подчинен другому для служения из-за желания, мотивации истины, тот, кто находится под контролем и властью другого. Плод ваш есть, глагол настоящего времени активного залога и изъявительного наклонения. Кстати, стали рабами Богу, арии спассивного залога и изъявительного наклонения. В определенный момент времени вы стали принимать благодать, любовь и смирение, чтобы стать служителем Божьей истины. Плод ваш есть, эко-хумон, карпос. «У вас есть награда, у вас есть ваша радость». Вы прожили жизнь со Христом, заплатили цену возрастать в академической дисциплине, принимали действия Бога в вашей жизни, принимали благодать и любовь. Вы принимали чистоту Божьей природы, которая произвела в вас духовный добродетель. Это ваш плод христианской жизни. Обстоятельства, если или кто угодно могли встать и говорить вам все, что угодно, но вы приносили плод. Вы в постоянстве производили действия изъявительного наклонения, что является декларацией реальности. Это ваш плод, произведенный через вас Духом Христа в вашей кооперации. Это очень важно. 22 стих «Плод ваш есть святость». Святость в большей степени должна быть названа Божьей честностью. Божья честность – это отношение завершенной работы в благодати и в милости, взирая на других через крест. Библия говорит в 23 стихе «Ибо возмездие за грех – смерть». Слово «смерть» то, что есть прямо сейчас и имеет значение вечного наказания в аду. Человек живет сейчас в смерти, и когда он умирает, он идет в ад, если не примет Иисуса Христа. «Возмездие» берет начало от римской армии, когда солдатам выдавалось пропитание и деньги за службу. Им платили зарплату, потому что они ее заслужили. Прямо сейчас заработная плата за грех – смерть. Я согрешил и заслужил смерть. Далее идет контраст с даром Божьим. 23 стих. «А дар Божий?» «Дар Божий невозможно заслужить. Я не заслужил его. Дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашим». Жизнь вечная – это дар. Слово «дар» – это «дома», «дорема», «дорим», но здесь это слово «харизма», что означает «дар благодати». Это дар благодати. 23 стих. «А дар Божий?» «Жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашим». Слово «жизнь» – это не биологическая жизнь, но жизнь «зоя». Она включает в себя способность, здравие, движение, силу, свободу, знания, действия, энергию, развлечения, спасение. Жизнь «зоя» неразрушима. «благодарение Богу, что дар Божий – вечная жизнь». Закон подразумевает заработную плату. Римлянам 4,15 говорит, что закон производит гнев. Закон никоим образом не относится к обетованиям Авраама. Римлянам 4,1-20 стих. «Люди умирали, находясь в царстве греха и смерти, и до закона» Римлянам 5,14. Закон – это свидетельство праведности против греха. Это стандарты, которые должны быть исполнены, прославлены Богом. Здесь законы греха идут вместе. 1 Коринфянам 15,56 «Жало смерти греха», а сила греха – «закон». Закон Духа Жизни освободил меня от греха и смерти. Римлянам 8,2 Закон решает, какая заработная плата будет за грех. Когда ангелы были посредниками в законе Моисеевым, то любое нарушение получало должное воздаяние. «Всякий раз, когда грех приступал закон, человек получал воздаяние этого греха». Он приступал закон, и человек получал воздаяние этого греха. «Если вы судите, суд возвращается к вам. Если вы живете в аморальности, ваши дети будут расти в аморальности. Им не нужно будет это делать, но часто так происходит. Всегда есть воздаяние. Но дар Божий – жизнь вечная, оправдание, прощение, чистота, благоволение. Это все дано нам навечно в нашей вере во Иисуса Христа. Отец, распусти нас во имя Иисуса. Аминь. Продолжение следует...